Да стой, братан, подожди! Да я два вопроса тебе хотел задать, стой! Фёдорович, я просто хотел привет передать, блин, ну подожди, ты никуда ты бежишь! Да врут обо мне всё это, брехни всё! Стой, подожди пару секунд! Ну куда ты? Подожди, ну у меня там, ну, он же за вас заботился, подожди! Ну куда ты? Стой секундочку! Ну ты для дела нужен, подожди, ну куда ты, э? Строусяти на то с пейцей, ничего зайвого! Кто вас научил бороды носить? Что? Кто вас научил бороды носить? Мне не охота брить! Понял. А у меня раздражение! Кто, жена раздражает? Кожа воспаляется от станка! Ммм... А если не станком брить, а сбривать до щетины, она колючая! Я не понял, ты что, токарь, ты что, обстанок брейся как-то? Ну... Станком! Ну, токарно-винторезный, или какой? Станок для бритья! Нихера себе у вас до чего дошло там! А как, бритва, как ваш станок называется? А, бритвой! А, я понял! А, я понял! Я думаю, что за станок? Что там вы бритвотворяете? Станком брить на станок! То, как вы живете! Я понял! Что, как там на России? Процветаете? Ну, я живу на Сахалине! Ух ты, ё! Как тебя туда занесло? Я там родился! Не повезло, блин! Как там вообще? Слушай, как вообще? Ну, там инфраструктура, как вообще? Я, блин... Сахалин, это вообще такое... Что-то, блин, в космосе вообще! Ну, вот, ну, я не знаю, вот, как Калининград, он живет рядом с Германией, и пополовина там все в Германии. Мы рядом с Японии, у нас все японское, все китайское. Так, а, подожди, в Калининграде все немецкое, у вас все японское. Где у кого все российское, вообще? В центре России я там бывал. В центре России там, короче, тайга. Вот это вот российское? Нет, в центре России это Урал, а не Сибирь. А, так а на Урале что там есть? Ну, там я был, там практически 80% по руке автопро, если по машинам сидеть. Я понял. А вы с левым или с правым рулем ездите? У нас, у гражданского населения, кто как. Я не люблю правый руль, я ездил на левом. Не, ну, а такая машина где-то взял, там все японские, у японцев уже правый руль. Да, японцы правый руль, но ты можешь купить бушную. Японскую машину, с японской сборкой, а можешь та, которая покупалась на экспорт. То есть, та машина, которая поставлялась в России, специально для России. Только ты ее берешь не с России, а прям напрямую с Японии. Там берешь левым рулем, приезжаешь сюда, расхомазываешь, ставишь голонас, и вперед. Жесть. А как, ну, машины, понятно, дороги есть? Просто там когда-то, вроде, откуда-то с вашего региона, там чувак спрашивал, говорит, блин, мы там налоги платим, а дороги нету. Он говорит, так нахрена вам машины, Путин, говорит, если у вас дорог нет? Я живу там, где есть дороги. У меня знакомый живет там, где их помиде никогда не было. И зачем там делать дороги, я не понимаю. Там население 500 человек, они что-то возникают. Я говорю, приезжайте в город, живите в город. Так, подожди, а что 500 человек, это не люди, я вот не пойму, как это им же надо ездить. Но, понимаешь, чтобы туда провести дорогу, проще всем людям купить дом в городе. Государство нужно заплатить. Смотри, секунду, смотри, я не понимаю этой логики. Смотри, вот был Крым, в Крыму не было ни одного россиянина, российского гражданин, ну, постоянно живущего, да? Как ни одного? И туда построили целый мост за миллиарды рублей, миллиарды долларов. Подожди, подожди. А как же российская база в Севастополе? Так она же на кораблях, что у них же кораблики есть, они поплыли, приплыли. Вот у вас товарища, вот у вас товарища же нету кораблика, чтобы он мог на нем поплыть, правильно? У него нет машины. Так вот, я к чему, 500 есть граждан, ты говоришь, России, которые живут в ебенях, им лучше не строить дорогу. Так у вас вся страна, Россия тогда, он, карта висит вся без дорог, что всех переселить в Крым теперь? Ну, я ездил по России, в России есть дороги. От Владивостока до Москвы, как бы... Зимники, зимники, да, вот это вот и ездил? Нет, зимник идет на Магадан. Ну, на Магадан, ну, куда еще идет? Трасса Лена, это тоже зимник, или это она есть? Ну, через Лену можно и уйти туда, в сторону Магадана. Замечательно. Зимой. Зимой, да. А летом не надо ездить там? Ну, летом одна трасса. Хорошо, на Сахалине мост есть куда-нибудь там, как там с этим, с мостами? Вот собираются строить ЖД мост. А, таки собираются, ты видишь, молодцы. Опыт есть, типа говорят, надо на Сахалин строить. С Крымом, наверное. Только хотят не, как в этом, не Ла-Манш, не рыть под землей, а над землей. Там, получается, самый узкий перешейк, что-то 6 километров всего. Единственное, что они считают, что климатические условия намного сложнее, чем с Крымом. То есть у нас-то постоянно замерзает лед. Не просто встает колом, а прям, ну, до двух метров. Промерзает. То есть люди там на машинах ездят. Сейчас паром там ходит, а зимой можно прям на машине ездить. Офигеть. Слушай, а, то есть так настолько промерзает, а как бы? До двух метров, два метра. Два метра лед держит спокойно 20 лет. Офигеть вообще. Слушай, это же суровые условия жизни вообще. Как там с зарплатами сейчас? Там же в Северной всегда же были повыше. Ну, при СССР это всегда было. Говорили, ездить за длинным рублем. Они для нас, они нормальные. То есть стандартные. Если ты приедешь с этой зарплатой, к примеру, в Хабаровск, ты там король и бог. Потому что ты получаешь, к примеру, продавцом 120, а там продавец получает 50. Существуешь, родители? 120 получает? Это где такое? На Сахалине. На Сахалине 120? Да. Кем? Ну, продавец-менеджер-консультант. Сахалин, продавец-менеджер. Так, Сахалин. Сахалин, продавец, зарплата. Что-то я тебе не верю. Ты посмотришь по всему острову или там, где я же. Так, средняя зарплата сахалинских работников. Сейчас посмотрим, может и вправду. Так, расходы 2017 год. В общем, за прошедший год средняя заработная плата по категории работники культуры составила 55 тысяч рублей. Так, в государственных учреждениях 64 тысячи рублей, в муниципальных 50 тысяч рублей. Это средняя зарплата. Ну, это, как сказать, это официальная без премии. У нас же как, официальная без премии? А премия, как всегда, от 30 до 50 процентов от заработной платы. У всех. Кто бы ты ни был. Государственные дети простой. Так, выдали. У меня... Так, на Сахалине зарплату более 100 тысяч рублей получают 12% работников. То есть, а ты мне так выдал, что прям все получают. Это официально, официально получают больше. Зарплату ниже 10 тысяч рублей получают, всего лишь 0,3%. Ну, то есть, очень мало. Так, в общем, средние зарплаты... Не, ну высокие. Да, а как с ценами там? Как в этом плане? Ну, к примеру, вот у меня на Урале знакомого, он говорил, что хлеб стоит 21 рубль. У нас где-то 35. Полтора раза цена где-то дороже. На все. Полтора раза дороже. Я понял. Ну, то есть... Не, ну, то есть продукты нормально. Не, ну так, ну там фрукты стоят дорого. Тут даже не завезешь. Ну, так же на полтора раза просто умножать цены. Если он где-то в середине России будет стоить 50 рублей, у нас будет там 75. Нет, ну, конечно, при 100 тысячах это нормально. При 100 тысячах... Вот я тебе говорю, если ты приедешь, свои зарплаты там в 50 тысяч к нам, а официально, причем со всеми премиями, то тебе покажется, как мы тут живем. А когда ты станешь зарабатывать чуть больше, то это... А ты чай ютубер? Да, вон, начинающий. Слушай, а украинцы есть такие, которые переехали? Вроде отправляли из Крыма. Очень много. Ну, те, которые бежали там с Крыма... Они были на заработках, потом просто, когда все это началось, мы бы ездить домой, когда нам проще все родни сюда приезти. А, я понял. И в Сахалин проще, извини меня, не проще, это сколько денег? Ну, смотри, они летят с Сахалина до Москвы, 12 часов с Москвы, потом в Украину, когда самолеты ходили. Ну, грубо говоря, денег не тратят. Сколько денег им приходилось тратить туда, ну, вот так вот мотаться. И проще можно было там все продать, и купить у нас плюс. Когда вот это все началось, чтобы получить у нас гражданство, надо было всего лишь взять вид на жительство на 3 месяца, ну, рабочую визу пока не делают. А если ты, как они по 10-20 лет работали у нас на севере, то есть из России практически не уезжали, то есть им автоматически гражданство вручили. На, работай дальше. Слушай, а сколько килограмм красной икры стоит? У вас же там копейки, наверное. Я знаю, где вообще за копейки. Прям практически задаром. Но это не так. Где-то там, где ее собирают, наверное, да? Это прям приезжаешь, где работаешь, наверное, к рыбакам подходит, почему-то, если ты не мутный тип, ну, тебя знают. Тебе прям за бесплату. Это же не соленое, это свежее прямо, да? Это прям вот, прям только приезжие. А если ты кискультуры приезжий и хочешь купить там килограмм-десящи через Россию провести, тебе вот так вот скажут, и не знаю. А чего-то, какая разница? Большая разница. Вон пойдет, его поймают, где взял. А, вон там купил. То есть, как бы, монополии есть определенные, да? Не монополия, просто все друг друга знают. Ну, я так понимаю, ты уже этой икры наелся, что вы ее не едите так. Я ее никогда не ел. Блин, неудачное выбрал. А сколько огурцы и помидоры стоят тут свежие, килограмм? Ну, наверное, как икра красная, дороже, чем красная. Нет, 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 у нас сейчас свое пошло уже. Как бы, лето-то есть у нас. Какое? Два месяца лета, какое там лето? Почему? У нас лето, оно начинается позже, в июне, в конце. А заканчивается в конце сентября. Ну, я же говорю, два месяца. Говорит, нет, нет, я говорю, два месяца, так вот, июль, август, вот ваше лето. А, в сентябре, в сентябре люди плаются. А, в сентябре еще, я понял. Вот я как бы хорошо общаюсь со знакомым, вот он мне рассказывает, на Урале у них холодно. А у нас уже все жара, самый пик. Широта-то, она одна и та же, это кажется, что Сахалин там где-то не дня. Я тоже не Камчатка. Вот на Камчатке, там, да, я как бы ездил на вахту, там зарплаты уже за 200 переваливаю. Ну, хороших людей. Вот, и там, там вообще зимой тяж. Хороших людей это специалисты какие-то, да? Ну да, инженер, техник какой-нибудь. Я вообще частный фотограф. А, ты свадьбы там сидела, да? Нет, я, вот на время, ты, я крупная фирма. А, ты продукцию там какую-то, да? Ну вот, я крупная фирма. Да, ты хочешь охренительную рекламу заснять. Я делаю видеоролики, которые показывают в... Как сказать? Монтаж операторства полностью все с меня. У меня своя команда, все свои помощники. Хочешь, тебе с мадрокоптера сделаем, хочешь так с ними. Красавчики, молодцы. Ну, я как бы не люблю работать на кого-то. Мне не нравится. Как были люди работают, я считаю... А ты официально работаешь или как везде в России? ИП? Ну да. ИП? Ну, я так понимаю, там же, ну, как бы и осваивали украинцы в свое время, Сахалин тоже очень много. Вообще дальнего стопа... Знаете, когда-то раньше осваивали, осваивали, а когда уже освоились, когда вот работать начали. Просто понимаешь, есть люди, которые приезжают, и им, ну, ветер сильный, ему не помеха, он может работать. Климат заходит, воздухо нормально. То есть у нас не... ну, влажность большая. Вот. Если тебе климат заходит и платят хорошо, и люди остаются, а потом свою семью привозят. И вот... И осваивалируется, да? Да, он уже... А есть вообще на Сахалине украинские школы? В это не задавался вопросом. Ну, как? Ну, если есть украинцы, у них же должны быть там украинский язык, там, детей учить как-то или как-то. Ну, насколько мне известно, если... У нас есть японцы, к примеру. Близь. Вот на них. У них есть японские школы для них. То есть у нас в городе есть две, насколько мне удобно. Это классно вообще, знаешь. И вот это с тобой 10 минут разговариваю, и вот только вот эта фраза про то, что у японцев есть свои школы, а у украинцев, которые осваивали, ну, вообще, как бы, Сахалин, у них нету школы. Нет, подожди, ну смотри. И ради одного языка, то есть русский, украинский, они же похожи языки. Ну, давай, если похожи, скажи Поляныця. Я не разбираюсь. Секунду, ты сказал похожи. Ну, вот я вот в чем похожи? Ну, я вот, к примеру, ты же меня понимаешь? Ну, я знаю русский, потому что. Это плохой пример. Нет, смотри. Грубо говоря, все те, кто даже не знаю русский, ну, чисто украинский, там где-нибудь западной Украины, которые никогда не говорили по-русски, я с ним начну говорить по-русски, например, вот здесь, он меня начнет понимать, я его через слово, а он меня начнет. Нет, ты немножко путаешь, нет, я понимаю, что ты, ну, ты можешь, я говорю о том, что у людей это украинцы, у них есть украинский язык, украинские песни. Почему они, почему для них нету школ, вот меня что волнует? Нет, ну, если бы он был, ты, получается, когда... Ну, смотрю, Татарстан, например, там есть татарские школы, да, там, для татар, там в Якутии для якутов, там, они изучают свой язык. Но подожди, если ты, у нас есть якуты, но у нас же нет якутских школ, у нас Ахалии. Нет, но есть изучение якутского языка, я так понимаю. Езжай на Якутии, там будешь изучать. Ну, так есть Якутии, но все равно, ты выше тебя, 8 только человек, только у тебя такое количество украинских, украинцев, которые ты, говоришь, переживаешь семьями со всем. Почему получается такой российский вот этот шовинизм, когда российский, ну, российский и русский язык, как вы там называете, все изучают, а украинский, как бы, например... Ну, если они не хотят, например, изучать, ну, хотели, можно дома изучать. А как они, ну, и что ж они хотят? Слушай, ну, нет, ну, дома это дома, а школа, государство должно, как бы, обеспечивать граждан? Ну, ты английский хорошо знаешь? Нет, очень плохо. Немецкий? Нет. Я школе изучал... Русский и украинский? В школе изучал немецкий язык. Очень хотел заниматься английским языком, потому что вся аппаратура, которая сейчас обещается, она на английском. У меня не могли записать сразу в 2 класса, но изучал только немецкий. То есть, как я пошел сначала, и в девятом классе я просто начал дома изучать сам английский. Ну, и что? Нет, ты не понимаешь, что я тебя спрашиваю. Я тебе говорю, что... В России... Которые приехали с Украины, они те... Чистый украинец никогда бы не поехал в Россию, если там он не знает русского языка. Чего бы он не поехал бы? Причем тут чистый украинец. Я тебе еще раз объясняю, что Россия это многонациональная страна? Да. Многонациональная. Национальности, ну, и люди из этих национальностей не имеют право на изучение своего родного языка? Не имеют. Пускай собирает. Ты знаешь, что, допустим, рядом с вами там, на Дальнем Востоке был в свое время Зеленый Клин. Это, ну, примерно 100 лет назад было назад. Так называемый Зеленый Клин. Вот я тебе скажу, там 60% населения это украинцы были. Ну, загугли прямо сейчас, почитаешь. То есть, там Зеленый Клин, это была Украинская Республика. Какое-то там время она просуществовала, очень короткая. Потом там пригнали армию, их всех там разогнали. Так вот, я к чему говорю, что в России по всей, вот это было так принято, украинцев вообще за людей не считали. То есть, несмотря на то, что украинцы осваивали Сахалин, Камчатку, Дальний Восток вообще весь, Сибирь, Сибирь, эти все ваши, нефтьюганские там и все остальное. А украинских школ нету. То есть, из украинцев максимально делали русские. Я не удивлюсь, если у тебя кажется, что бабушка какая-то у тебя тоже была украинка. И раз ты там родился. Блядь, он вообще слился. От чмошник, блядь. Да, вот тут важный момент. Я хочу на этом сделать акцент. Во-первых, хочу сделать акцент модераторам. У тех всех мудней, которые пишут, переключаем, всех банить и всех нахер. Это сразу. Второе. Я почему показываю? Вы просили адекватных? Я вам показываю. Я вам показываю с точки зрения, так называемого, адекватного россиянина отношение вообще к украинцам. Украинцы могут только работать на них там. Ну, наша задача, вот они считают, это приехать и на них пахать. Вы же русские понимаете, правильно? Мы же русскую мову понимаем. Мы приезжаем и на них працюем. И их мечта это захопить Украину и направить туда, в тих ебенях, но уже не за 200 тысяч рублей, если вы думаете. А подешевше того, что люди, которые приезжают туда, еще и рабами, понимаете, что не будут. Видите, сколько им нужно платить, чтобы они там хоть что-то працювали, чтобы остались там. А украинцам просто не будет куди діваться. А школы украинские не можно. Вы просто, чтобы вы это понимали. Он правильно пишет. Нема украинских школ на Москве, хоть этнических украинцев на Москве живет 20 миллионов. Насправді, я скажу вам, что не 20 миллионов. Этнических украинцев там вси 100 миллионов, если разобраться. У каждого си 100 миллионов этих украинских корей. Того, что, если даже передивиться переписи населення, там еще царских часов. И там писали, ну там не писали украинцы, там тогда писали малороси. И вот там писали, там на цьому певничному сходу, стільки-то малороси. 60% разговаривают на малоросийском. До речи, російську мову взагалі мало хто розумів по Росії. Это уже там, после Другої світовой войны, когда было там, залишилось много всяких там, те, что ни на якому не умели разговаривать, то их ловили, учили там, и все сказали, что это все рюзки. Так, что я до чего это все веду? Хай они идут нахуй. Я не хочу ехать знову туда в Сибирь, блядь, и для них там все, это нафту тут добувати, газ, хай идут сраку. Нас и тут непогано годуют. О, здравствуйте. Здравствуйте. Пообщаемся. И тут красивые тоже квадратики на потолке вообще. Да, вот такие. Это китайские, да, вот эти вот? Пластик. Да, да. Вообще, мечта. Обоим. Это вы где? На острове где-то, наверное? На Мальдивах? Как наш президент? Я на Сахалине. Тоже на острове. А, я понял. Не, ну тогда-да, надо хоть чуть-чуть там отдыхать от Сахалина. Сегодня был у меня, кстати, товарищ, общался с Сахалиной, парень молодой. Что вы расскажете про Сахалин? На острове хорошая погода, приезжайте в гости. Ну это ж не остров, это ж полуостров. Это ж полуостров. Полуостров. Пол. Сахалин или остров. Камчатка. А, я путаю. Все, да, извините, да, попутал. Так сделают мост наконец-то на материку? Да, 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 уже как бы начинают. В Крыму, в Крыму пока потренировались, да, в Крыму тренируются, а теперь будут вам наконец-то делать. Да, ну причем тут Крым тут совсем другое, тут чуть-чуть север. Ну, конечно, тоже Украина, а тоже Россия. Россия подождет. Да нет, почему уже начинают строить? Ну, шо уже построили? Ну, в смысле, как начинают строить проект, там, все. Начали над этим думать. Начали деньги пилить уже, да? Ой, да шо ж сразу деньги пилить. Да пускай пилят, главное, чтобы построили. Да, вы так относитесь к этому? Так на те деньги, которые не распилят, можно четыре моста построить. Нет, ну, почему? Вот сейчас, допустим, в этом проекте будет участвовать, ну, про Сахалинский. Там Япония подвязана, потому что хотят тоже связать Японию, Сахалин, материк. Ну, конечно, японцы ж хотят Курильские острова свои забрать, конечно ж хотят связать. И Сахалин, исконно японская земля. Да, ну, ладно. Они не говорят там, Сахалином она наш, эй. Русском она уходи. Не говорят пока, нет? Там нету зеленых человечков этих японских еще, нет? Ну, во-первых, Игонцы так не говорят. А еще в ополчение Сахалина еще не приглашают вас, нет? Во-первых, Сахалинцы, японцы так не говорят, ма-на-ма. Не, ну, вам в идее там, конечно. Нормально говорят, общаемся, нормально. То есть уже нормально у вас, да? А что они говорят? Отойди, мана, мы тут строиться будем, да? Да нету, как бы все нормально с японцами. Они строят и будут строить, и как бы все нормально. Так вас вытесняют, да, все-таки оттуда потихоньку? Откуда? Ну, с России откуда? С Сахалина, с Дальнего Востока. Отовсюду. Это в смысле, вот я живу на Сахалине, на севере Сахалина, а на Украине есть такая информация, что нас отсюда отжимают. Это же интересно. Я только что сам сказал, что японцы у вас там строятся, что они строят там? Мост, мост. Ты сказал, еще только думают над мостом. Что ты врешь? Ну ты взрослый дядька, ну тебе не стыдно врать сидеть, скажи. Подожди, уже начали бить дороги. Не, ну то, что у вас побитые дороги, это, я знаю, эти раздолбаны не всю жизнь разбитые. Да ладно. Как это связано, привязано к стройке моста вообще? Ну, Сахалин, во-первых, не маленький остров, да? Самый большой в России остров. И что? Как это связано с длиной моста? Подъезды к мосту надо делать со стороны материка. Сколько лет Сахалин в составе вас? Сколько лет он? Он что, недавно там появился внезапно. Крым, четыре года, как вы спиздили, мост уже есть. За, блядь, миллиарды долларов. Построили, уже построили. А вам говорят, вы подождете, потерпите еще, терпи вы там, терпите. Хоть одну украинскую песню назови про Крым, хоть один памятник в Крыму назови. Сейчас, есть украинская. Путин хуйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Она про Крым, кстати, она про Крым. Путин хуйло. Вот, вот, все она. Да, ну, все что... А у вас есть про Крым русская песня? Какая у вас русская про Крым? Да, 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 да. Давай. Давай, проси во стопор. Да я в песнях как бы не ищу. Не, не проси во стопор, про Крым. Да, да, да. Ну, например. Ну, например, я не могу тебе сказать сразу, что бегу. А, ну, так что ты тогда начинаешь выдумывать? Конечно, нету. Потому что там это... Ну... Кто? Это? Хорошо, ладно. Давай вопрос такой. Знаешь, город... Исконно русский город Бахчисарай есть в Крыму. Да, да. Как Бахчисарай переводится с исконно русского? Кто Крыму турок отвоевал? Да, то я понял. Как с исконно русского Бахчисарай переводится? Ага. Без понятия. Вот уж. Как с исконно русского переводится Качикальон? А я вообще-то не знаю даже, что это такое. Так это же ваш исконно русский Крым. У вас песни о нем сложены. Эй, шехелеваны! Вот это ваша, помнишь песня вот эта? Да, 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 да. Да? Что-то ты загрустнул. Ну, мы же даже не об этом. В вашем исконно русском городе Керчи уже есть мост. А в вашем неисконно, я так понимаю, Сахалине моста таки нет. Который там вообще постоянно ваш. Вот я тебя удивлю. Вот сейчас с Крыма, который Крым строили, Крымский мост, они сейчас приезжают сюда. Вот эти технологии, все это. То есть, эти чуваки, которым не заплатили на Крымском мосту, они настолько дебилы, что они поехали, думают, ну, на Сахалинском должны точно заплатить. Вот мы еще только в ебенях российских не строили. В Крыму жарко было, а там же хоть прохладненько нормально. И медведи разогнал, и давай строить мост, конечно. А ты уверен, что им не заплатили там? Им не заплатили. Там куча долгов. Вы космодром, когда восточный строили, там люди прямо на своих бараках написали, Путин, дай зарплату. Там были не выплаты зарплат, понимаешь? И тут точно так же. Ну да, вообще-то интересно, я вот от тебя первый раз слышу. Японцы, не, японцы к себе в Японию мост построят быстро очень. Очень быстро, потому что им надо, конечно. Тут вопросов нету. А вот там вам не надо. Не, обалдеть. У тебя логика непонятная. Японцы к нам построят, а на Сахалин-то на хрена? Им с материком связь нужна. И здесь так же будет строиться наша российская компания. Я тебе говорю, им нужна связь с исконно-японскими Курильскими островами, с исконно-японским Сахалином и со всем остальным. Потому что у них сто... Я тебе объясняю, смотри, в чем разница. Вы очень похожи, кстати, два народа. Ну, точнее, совсем не похожи, но по количеству. У вас 140 миллионов человек и их 130 миллионов человек. Вы живете в самой большой стране, самыми большими возможностями, ну, в смысле, там, ископаемым всем. Японцы живут тупо на острове, понимаешь? Ни хрена нет абсолютно. Напичканы там, как латвийские шпроты в банке. И посмотри, на свой уровень жизни и на уровень жизни типичного японца. Да я бы не сказал, что у них уровень жизни. Я был в Японии, ну, я бы не сказал, что они там прям... Да ты что? А че ж ты туда ездил работать тогда в Японию? Я работать? А че ты туда поехал? Я самостоятельно туда ездил. А, а че ж ты туда за машиной ездил, а не не к тебе? Потому что ты с их стола крошки подбираешь, их бушные машины скупаешь себе. Потому что у тебя ниже уровень жизни намного. Да я бы не сказал. Я посмотрел, как простые японцы живут. И нифига у них уровень. У меня трехкомнатная... Ты понимаешь, что водитель автобуса в Японии получает 5000 долларов. Это, ну, на твои деньги сейчас 5 и 6 это 300 тысяч рублей. А уровень жизни у них? Да, они... Цены, цены. Ты посмотри, у них булка хлеба, блядь, стоит так, что... Ну, так ты посмотри на... И хрен, что... Натурального продукта хрен найдешь. Все химия, везде химия. А натуральный продукт... Вы прямо вот этот роллтон, который вы жрете, вот эту вот... И пельмени у тебя непонятно из кого. Это прямо натуральное все. Там мы как бы сами все здесь выращиваем, на Сахалине нормально. Особенно на Сахалине. Три месяца лета. Что вы можете вырастить? Это север Сахалина. Только пивной живот. Пивной живот вы можете вырастить. Юг Сахалина там нормально все. Там получается у нас чуть ли не... Африка там... Ой, ну, как тебе... Ну, растут, вишни растут. Как бы все нормально, Юг Сахалина. Там выращивают... Ладно, ладно. Не будем усугублять, ребята. Вам надо быть ближе к земле все-таки. К земле надо, да. Там выращивайте вишенку какую-то там, ягодку. Все будет хорошо. Роллтоном заедайте, главное не забывайте. Дошираком. Доширак, что там у вас сейчас в вашем рационе? Что преобладает? Закусываю красной икрой. О, смотри. Фу, гадость это ваша. С Е323, чтобы не портилось, знаем мы ее. Ее сам ловлю, сам делаю. Я вспоминаю фильм «Белое солнце пустыни». И тот говорит, опять это икра, хлеба был. Ой, блин, вот это про вас. Потому что сейчас нет ни хлеба, ни помидора, ни огурца, ни арбуза, ни дыни. Ни хрена нет. Только есть это соленая рапа. Арбуз. Есть такие? Почем покупал килограмм? Я сейчас не вспомню, но... Конечно, как бы, чтобы не соврать. Я тебе подскажу. 300 рублей за килограмм. 50 рублей килограмм. Да ладно, 50. Я тебе говорю. У нас есть... Я даже загуглю. Сейчас. Сахалин, арбуз, цена. Сейчас, секунду. Так, сейчас посмотрим. Может, ты и не врешь. 180 дыни, 189 рублей килограмм. Арбузы, 162 рубля килограмм. А что ты бьешь? Вот, ну, есть же интернет теперь. Так это 2017 года цены. А сейчас же еще дороже. 200 рублей, как я сказал. 200 рублей килограмм. Здесь у нас товарищи с юга приезжают фурами. Фура приехала. Фурами на остров прямо приезжают. Как, по несуществующему мосту. Ты еще скажи, что крымские арбузы, наверное. Не, ну подожди. Есть же паромы. И что? На паромах привозят. Я так и... По тундре, по широкой дороге пробивается КамАЗ арбузами, да? Потому что на Сахалине ждут арбуз по 50. И такой думает, вот это я наварил. Купил в Астрахани по 60 рублей, а на Сахалине продам по 50. Подожди, подожди. Я не говорю, что это Астрахани. Скажи, где надо купить арбуз? На Дальнем Востоке. Приморье. Почему надо там купить, чтобы заплатить за переправу? Я понял. Чтобы заплатить за переправу, заработать на этом еще что-то. И продать их по 50 рублей. Объясни мне, где это надо? Продают. Продают. Ну, понимаешь, это разве что ворованные арбузы так могут стоить? Да, мне по барабану, какие они ворованные, не ворованные. Я здесь покупаю... Я понял, Ваши задачи. Не сезон. Когда не сезон, ну, зимой, да, они 200 рублей килограмм там зимой. А сейчас вот сезон, сейчас вот у нас фуры стоят на торговом рынке. Прям фуры стоят, и с фур торгует арбузами, арбузами вот этими. Как бы нормально. Ну, 50 рублей килограмм, пожалуйста. Так что, ты браконьеришь, да? Красную икру вот у... В смысле браконьерию? Я здесь живу, я кушаю, что ловлю. Как это? Ты же должен покупать лицензию на вылов там, я не знаю. Не, ну, я покупаю лицензию, когда мне надо, а когда не надо для себя, я пошел поймал, сколько мне надо. А когда тебе надо? Когда совесть начинает мучать, или как? Секундочку, я тебе покажу, у меня вот... В окно море видно. Да там какой-то многоэтажка какая-то, а не море. Ну, чуть-чуть, может, не так. И что, ты мне хочешь сказать, что ты в море ловишь с красной икрой рыбу? Она не в реках разве ловится? А? Она разве не в реках ловится с красной? В реках она идет уже дойная, ну, не такого качества. А, я понял. Море ловим, она вот. Отличного качества. Ясно. Ну, молодцы. Ладно. Что-то звук пропал, или это у меня пропал? Звук. А, сейчас секунду. Да, вот сейчас слышно нормально. У вас клубника, у нас икра. Как бы нормально. Почти одно и то же. Да. Ну, клубника у нас дорогая. Да, ну, север, можно понять. У нас клубника... Опять не слышно. Не слышно. Ты там рукой закрываешь микрофон. Клубника у нас где-то, ну, 600 рублей литровая банка. Ну, потому что север, потому что у нас три лета, это зима. Ой, три месяца зима. Три месяца зима. О, лето. Три месяца лета, да. Я понял. Ладно, держитесь там, хорошее настроение, ждите мост. Все будет хорошо. А вот удивитесь, когда его построите. Крымский мост же тоже... Я очень удивлюсь, если его вообще когда-нибудь построят. Ну, про крымский мост тоже удивляюсь. Вам добавили пять лет за крымский мост до пенсионного возраста. Вам отрабатывают же еще. Всей стране дали пять лет. Нам ничего не добавили. Я понимаю, что вы еще в Сахалине думаете, что не добавили? Добавили. Так вот, вам еще за крымский мост пять лет отрабатывать. А если еще за Сахалинский мост, то вам еще десять лет накинут. Ребята, вы задолбетесь отрабатывать. Сколько вам до пенсии оставалось? В смысле? Ну, сколько до пенсии оставалось вам? Мне 50, сейчас мне 50 лет, я ухожу на льготную пенсию. В 50? Да. Точно уже уходите? Да. А представляете, вы приходите, а вам говорят, нет, дорогой, поздравляем, вы можете продолжать работать. Еще до 55. Я уже оформляю пенсию. Да, ничего, ничего. Они потянут документы, ничего. Ну, жена же младше вас, она будет отрабатывать, значит, за вас. Что делать? Ну, я не знаю, какая у вас информация. У нас, допустим, северянам, льготникам, которые, шахтеры, нефтяники, северяне, им никому не добавляют, это вот, добавляют, ну, да, себе сделали эти, которые сидят на, государственной, на госслужбе. они для себя это сделали, а работягам ни хрена ничего, нигде не добавляют, и даже этого нету, как сказать, в проекте, что работягам будут добавлять. пусть будет сюрприз, ладно, мое дело вам сказать, и вы как хотите. Все, давайте, удачи, спасибо за рассказ, ну, просто подписали уже, в первом чтении подписали, что вы еще надеетесь, что как-то, ну, приняли в первом чтении. Все, ну, надо отрабатывать. Да не приняли ничего, Путин против, как бы, думаете, Путин спасет вас, да? А, при чем тут Путин? Мне вообще по барабану, Путин, не Путин, я сижу на Сахалине, 8 тысяч километров от Москвы, мне по барабану, я сам себе здесь работаю, я сам себе здесь, ну, сам себе хозяин, так сказать, ну, грубо говоря. Указание, что приходят из Москвы, как вам работать, как вам жить, деньги приходят из Москвы, перестанут вам деньги присылать, и все. мы, мы в Москве платим деньги, не Москва нам, а мы в Москве платим. правильно, вы, с вас выкачиваются деньги, а потом распределяют, дотационным регионам больше, кому-то меньше, кому-то сколько. Вот так же же работают. Так это, это, ну, в любом государстве так. Нет, это не в любом государстве. Даже у нас в Украине провели децентрализацию, так называемую. Это когда деньги остаются на местах, и местные власти сами распоряжаются, не отдают сначала на Киев, а потом из Киева просят, дайте копеечку, остаются деньги на местах, там, от налогов, от всего, и уже за эти деньги там ремонтируют дороги, строят мосты и все остальное. Даже в Украине, вы рассказываете везде так. Это только у вас, вот это централизованная система арабская, когда вы на Москву все отдаете, главное на Москву эшелоны, чтоб шли икры красной, того сего, они там жируют, а вы тут бедствуете. Я дико извиняюсь, сколько у вас мостов построили? А при чем тут мы, я не понимаю, вы же великая самая страна с нефтью, долларами, не, секунду, у вас же же великая страна, я правильно же связался, Россия же это, не ебеня какие-то, да, красная икра, алмазы, нефть, газ, все что хочешь есть, за все время, ни дорога Лена не построили, магистрали это, все по зимникам, все по замерзшему льду, только зимой транспортное снабжение, все, жопа полная, он ваш, можешь посмотреть, договорим с тобой, есть там поехавший у вас, называется на ютюбе, канал у парня, и вот он поехал, показал, как у вас там на Магадане, дорога, вот эта бетонка, одна единственная идет, раздолбанная, вы мне рассказываете про мосты, что вы у себя там построили? Да хрена, ну я не знаю, да хрена ничего, у вас что построили? Я же объясняю, у нас Украина бедная страна, разворована Януковичем, и теми, кто до него был, плюс сейчас война идет, Россия воюет, выпивает всю кровь с нас, оккупировала Крым, о чем вы говорите, как мы будем процветать в такой ситуации, с нами все понятно, вы почему там в такой жопе? Да процветаем, у нас небольшое на севере городо, строится все, дома строятся, как бы все нормально, дороги строятся, и... Ну и слава Богу, давайте, держитесь с этой мыслью, вам будет легче жить, давайте, удачи вам, это вам с вашей мыслью, что нам хреново, а у вас все хорошо, да? Да я не говорю, что у нас все хорошо, у нас так, как оно есть. Интересно просто, а как вот так получилось, что разосрались два братских народа, ну-ка, интересно. Как получилось? Очень просто, один типа братский народ, оккупировал Крым, типа братского народа, а потом пришел еще на Донбасс и Луганский, убил там 11 тысяч украинцев, один из-за чего, из-за чего это больше 11 тысяч, повывозил заводы оттуда, повырезал металл, вам мало же своего все было, все повывозили там, разгромили это все, и что случилось? Как братские народы рассорились? Не-не-не, ума не приложила. а я просто сюда, когда у вас там произошла, эта вся хрень, Донбасс, вот это, да, к нам на Сахалин приезжали эти, ну как беженцы, или как их называть, да, и как они рассказывали, бомбили градами просто города, детей убивали. А какие разбомбленные города, скажите? Разбомбленные города, я вам объясняю, что вы понимаете, что такое разбомбленные города, у вас же интернет есть, потом пойдете, посмотрите. Это город Грозный, когда ваша армия его бомбила реально. Вот когда там его снесли, просто сравняли с землей. Как вот 31 декабря начали под Новый год, и вот полностью, вот этот бомбили города. Понимаете? А когда, с другой стороны, как вы хотели, чтобы мы русских оккупантов выбивали оттуда? Как вы? Ну, они же ставили свои грады, они ставили, я объясняю, они ставили свои грады, ну вы, вы ставили свои грады в жилых районах, возле больниц, и провоцировали нас, начиная стрелять оттуда. Соответственно, есть система, которая определяет, где находится оттуда, откуда стреляют, конечно, стреляли, прилетало их дома, и все, всякое было. Не, ну я ролики-то смотрел, тоже как бы в интернете, в ютубе. С территории России стреляли по Украине, просто. да, да, только почему-то прилетало на территорию России с Украины. А куда это прилетало, скажите, в какой город прилетело? Не журнал. Кого там убило? Под Белгородом, какая-то деревушка, когда у вас это все началось, и с территорией... Под Белгородом называется Гуково населенный пункт. С этого Гуково, это Россия, стреляли градами. Есть целое видео, где мужик говорит, вот, прямо стреляют, прямо с озера стреляют по Украине. С озера? Градами? Ну, рядом с озером стоят и стреляют. Ну, не знаю, не видел такого вообще. Да, вы в Сахарине, что вы-то видите? Я вижу, что вы вокруг себя не видите, как вы там живете, в какой нищете. Но в Украине вы все знаете, кто там бомбил, что вам там рассказывал. А в смысле, в нищете? Ну, а что, вы считаете, что вы сожиточно живете? Конечно, в нищете. Как для страны великой, вы, ну, очень бедно живете. А в смысле, у меня вилла должна быть, что ли? Не, у вас зубы хотя бы должны быть нормальные, понимаете? Вот это самый показатель такой. Ну, они ж, ну... Ладно, удачи вам, хорошего настроения, держитесь там, на России. На это вам держаться надо, скоро у вас вот так будет. Чего? Уже настает. Да все. А чего? А что вы за 27 лет что-то построили? За 27 лет ничего. За последние 4 года очень много построили. Что? Начиная армию создали заново, с нуля вообще. И что, армия у вас... Заводов открылась, предприятий куча, которые работают теперь со всеми рам. Ну, назови хоть одно предприятие, завод, ну, по коему, Ну, например, завод, который шьет кресла для автомобилей Audi, Mercedes, BMW, который шьет кресла, делает, который ставится потом в BMW и Mercedes. И это, да, крутое производство. Ну, это одно из предприятий, а как ты хотел, есть же разные предприятия. Есть предприятия, которые шьют носки, там есть, которые делают вертолеты, есть предприятие, которые делают сейчас снаряды для систем, пион, по-моему, называется она система, 152-й снаряд. Это советский пион. Это еще в советских времен, а не российский. Вы от всего советского отказываетесь? От чего? Это мы отказываемся от того, что мы придумали. Как это отказываетесь? Вы придумали? А, я забыл, вы Черное море выкопали. Нет, мы человека в космос запустили, да, королев, украинец, из города Житомира, я вам напоминаю. Вашу русскую обезьянку, Гагарина. Только это был Советский Союз. И что, что это был Советский Союз? Это был Союз Советских Социалистических Республик. Украина была Республика со своим парламентом, и Украина это была все равно отдельная единица, несмотря ни на что. А вы, как и сейчас, где Русская Республика сейчас у вас? Есть там, как, обзавелись вы уже домиком своим каким-то, или раскиданы по всем ебеням этим? Не, ну почему? Я гектар свой взял дальневосточный. Да, вам зачем гектар? Метр на два ваш гектар. Вот у вас гектар. Ой, что она, блин? Ладно, давайте, оккупанты, удачи вам там на Сахалине. Процвет. ой, 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 нас спасет. Я говорил и повторяю. Лучшие друзья девушек это бриллианты. Лучшие друзья украинцев это наши военные. Наша армия. Поэтому, ребята, помогаем армии. Это единственное, что нас спасет. Ну, и мозги, конечно, ребята. На следующих выборах, пожалуйста, я вас очень убедительно прошу, голосуйте за нормальных. Ну, понимаете, голосуйте за проевропейский выбор. Ну, не голосуйте за ту всю пиздоту, за которую вы голосуете постоянно. Хватит голосовать за гречку, заберите у бабки паспорт этот. Заранее с этой мыслью свыкнитесь, просто спрячьте на время выборов, чтобы она не голосовала за эту Юлю припиздошенную, блядь, из-за всех остальных. Так, что там у нас? Сколько времени? 23.35. Ребята, на этой замечательной мысли мы, наверное, закончим сегодняшний стрим. Что-то как-то мы не дождались нашего нашего лягушонка, что-то что-то в них как-то не получилось. Хочу поблагодарить всех, кто помогает каналу. Я не могу сейчас все рассказать, но даже эта проблема с ДДОС-атаками оказалась, что очень многие люди, очень многие люди, которых я даже там и не знал никогда, все сами, много кто предложил свою помощь, различную абсолютно, очень разную помощь, я не могу о всем рассказывать. Напоминаю свинособакам, свинорусам о том, что мы вас били, ибем и будем вас бить на своей земле. Нам чужого не надо, но тут у вас будет гореть жопа. Очень надеюсь, что на следующих выборах мы закрепим наш успех, проголосуем за Петра Алексеевича Порошенко на второй срок и изберем Верховную Раду, хорошую такую, молодую, чтобы Верховная Рада очень помолодела. Всю эту кремлевскую пиздоту мы отправим вам, а вы там хотите, что хотите, то с ними сделайте. Место там освободите для них, для всех. Вот такие вот дела. Все, ребята, ну, сегодня стрим удался, так как у нас были там стримы не очень перед этим, буду надеяться, что у нас будет еще стримчики среди недели, а там оно, спасибо всем кстати, да, я к сожалению не засек, с какой суммы мы начали, я прошу прощения, потому что я так увлекся стримом, сейчас я просто гляну, я помню приблизительно, так, короче, у меня было примерно 320 тысяч на счету, сейчас у меня 345 тысяч, то есть 25 тысяч, ну, тысячу долларов вы накидали спокойно, не напрягаясь, большое спасибо тем, кто не забывает армию поддерживать, карточка 9006, напоминаю, так, спасибо, что вы и, ну, и на поддержку канала тоже помогли, потому что деньги тоже сейчас нужны, потому что действительно придется еще там кое-какого оборудования докупить, оно недорогое, ну, надо обезопасить себя, для того, чтобы не было таких проблем со стримами, и все будет у нас хорошо, все, рад был вас видеть, всем удачи, пока. Та-та-та-та-та-та, сейчас еще гляну на PayPal, тут, на PayPal, ребята, напоминаю, тоже, сейчас я гляну, может кто-то кто-то что-то писал секундочку так на paypal максим перечислил денежку 40 евро для заселы штата бедякую за твою работу красавка дякую дружи запит рынку так что-то еще тут и еще на paypal накидали сейчас смотрим так сбройницы для сбройных сил украины василь прикинул 3 баксы ярослав перекинул на канал доллар так сергей кривоусов 5 баксов смерть кацапом на армию что тут еще 20 долларов алексей пап че хим пап чихин андрюхина канал жги русню дальше будешь в швеции сообщи спасибо дорогой спасибо за поддержку очень надо и очень во время так что тут у нас еще алина лиенко 50 баксов чтоб крым наш скорее вернулся к нам передаю на нашу армию слава украине жене из буфала нью-йорк умничка какая так что тут еще у нас какой-то а привет из израиля на канал мочи свинорусов спасибо дорогие спасибо что историческая родина не забывает нас артём лакименко 10 баксов квиток запрегляд шоу расплав 1 по ванная роз по а за шоу распаливания но человек понимает что вы ходите на шоу поржать и должны понимать шишу никогда не будет бесплатным так еще артём 10 баксов на вылэку так алена турченко 25 долларов ну я так понимаю на поддержку канала так так ну все все тоже попрощался помпором помпором